Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о моем опыте салонных пилингов. Много подписчиков у меня просила рассказать, как делаются пилинги, собственно, какие бывают пилинги. Итак, для чего же все-таки нужны пилинги? Во-первых, после 25 лет наша кожа уже перестает обновляться с достаточной силой, так как она делает это до 25 лет. Процессы обновления замедляются, и поэтому нашей коже необходимо помочь отшелушивать мертвые клетки, снимать этот верхний слой мертвых клеток, так как сама она уже не справляется. Конечно, вы можете использовать дома легкие пилинги, использовать какие-то отшелушивающие средства, в том числе и механическое отшелушивание, умывать лицо с помощью губки, использовать скрабы. Но все-таки в этом видео я хочу рассказать о, наверное, салонных процедурах пилингов, о том, что я использовала и какую процедуру проходила. Почему салонные пилинги или пилинги у косметолога лучше? Во-первых, потому что они действуют на более глубоком уровне, чем обычные домашние пилинги. Они, в зависимости от вида пилинга, могут проникать более глубоко в структуру кожи и действовать уже в средних, например, слоях эпидермиса. И, соответственно, от того, какое воздействие от пилинга и такой результат. Домашние пилинги в основном это поверхностные пилинги, которые снимают только верхний слой мертвых клеток. И они достаточно щадящие, достаточно легкие. И более какие-то сильные, более сильные пилинги не продаются для обычных людей, у которых нет косметологического образования, высшего медицинского образования, нет диплома косметолога, потому что в неумелых руках, так скажем, можно очень сильно навредить вашей коже, применяя кислоты. Прежде всего, для чего, вернее, нужен пилинг? Пилинг нужен, во-первых, если у вас усталая, увядающая кожа, если на вашей коже есть следы окны, пост-окны, рубцы, расширенные поры, также, если вы курите и у вас цвет лица достаточно такой желтоватый или тусклый, очень хорошо помогают пилинги в этом случае. Также, если, опять же, вам уже больше 25 лет и процедуру пилингов нужно проходить постоянно, чтобы обновлять кожу и для того, чтобы кожа оставалась молодой более долгое время в качестве профилактики, так скажем, старения, плюс ослаблен тургор, то есть пигментация, ослаблен тургор и всяческие такие признаки начинающего видания кожи после 25 лет, они появляются, конечно, не так, видимо, как, например, в 40 лет, но все-таки процессы уже, процессы старения, они уже запускаются. Поэтому все-таки желательно проходить салонные пилинги или пилинги косметолога один, но не более двух раз в год с целью, как бы, поддержания вашей молодой кожи. Итак, пилинги бывают разные, в основном делятся на три вида. Это поверхностные пилинги, это срединные и самые такие сильные по воздействию глубокие пилинги. Поверхностные пилинги, они проводятся с помощью солициловых растворов, таких слабеньких, с помощью различных фруктовых кислот, яблочной, винной, с помощью растворов треххлоруксусной кислоты, достаточно слабых растворов. И поверхностные пилинги, они действуют, как уже видно, слышно из названия, на поверхности кожи. То есть, если у вас кожа достаточно, так скажем, близка к идеалу, нет никаких прыщиков, никаких пост-окне, нет морщинок, более-менее нормальный цвет лица, то для профилактики, в принципе, можно использовать только поверхностные пилинги. Опять же, поверхностные пилинги у косметолога и поверхностные пилинги дома, это все равно разные вещи. Все равно косметолог подбирает наиболее приемлемый, подходящий раствор именно для вашей кожи, потому что все-таки можно даже пересушить кожу, используя не тот раствор, который нужен именно вашей коже. Как же действует все-таки пилинг на кожу? То есть, во-первых, наша кожа под воздействием внешних факторов, солнца, ветер и так далее, она образует в качестве защиты такой слой мертвых клеток, огрубевших клеток, который, в принципе, нашей коже не нужен. Если до 25 лет она может сдвигать постоянно эти мертвые клетки, сама, сама обновляя, незаметно для нас, то после 25 лет сделать этой коже очень становится сложновато. И поэтому, то есть, сдвигать эти мертвые чешуйки, роговой этот слой становится достаточно трудно. И если мы не отшелушиваем кожу, то не происходит, так скажем, обновление кожи, не происходит синтез коллагена эластина. Соответственно, кожа, как бы, процесс обновления стоит на месте, кожа, молодые клетки не образуются. И, соответственно, кожа не получает никаких очень важных, например, полезных элементов из того же самого вашего крема, который вы наносите на кожу. То есть, проникновение всех витаминов из кремов, самого крема становится проблематичным. Поэтому все процедуры, в принципе, какие-либо косметологические какие-то, нужно проводить с очень легкого пилинга. То есть, дома обязательно нужно проводить такие легкие пилинги. Но вернемся к поверхностному пилингу. Поверхностные пилинги, они еще также немножко скрывают поры, ну, совсем-совсем чуть-чуть, если они недостаточно расширенные, они улучшают цвет лица, кожа становится более ровная. Тургор становится более такой, как сказать, ровный. Кожа становится более подтянутой. И это достаточно видно невооруженным взглядом. Но, опять же, поверхностные пилинги для нормальной кожи, которая не сильно ослаблена, которая не сильно тусклая, не сильно увядающая, у которой нет пост-так иные. Ну, такой более-менее, более-менее нормальная кожа и близкая к идеалу, так скажем. Так, следующие пилинги, это серединные пилинги. Они уже более сильные по воздействию. Они также бывают разного, разных видов, разные растворы применяются. Но, в основном, среди серединных пилингов используют ретиноевый пилинг или желтый пилинг, его называют. Вот, которым делала себе я. То есть, он по воздействию достаточно интенсивный и глубокий. Он действует уже глубже, чем поверхностный пилинг в таких средних слоях эпидермиса. Более обновляющий эффект от него. Но, по, так скажем, силе воздействия по адаптационному периоду или постпилинговому периоду, он на уровне поверхностного пилинга, среди срединых. Срединых, в принципе, много. Все зависит от того, что нужно для вашей кожи, какая ваша кожа. У меня сильных каких-то изъянов и пост-акны вообще нет, рубцов, шрамов нет. И поэтому мне было достаточно данного пилинга. Во-первых, для чего я его? Для улучшения поверхности кожи. Кожа все равно была на ощупь немного шероховата, неровная. Для скрывания или уменьшения крупных пор, которые у меня вот здесь. В принципе, крупные поры пилингами сложно убрать. Немножко они сужаются. Но все-таки крупные поры, вот у меня даже задавали вопрос. Это все-таки генетическая предрасположенность кожи. Все равно на 100% поры не станут узкими и маленькими. Они, может быть, очистятся и не будут расширяться, не будут такими явновидными. Но все равно на 100% они не станут маленькими. Плюс для чего использовала этот пилинг? Как профилактику старения. Для снятия мертвых клеток. Потому что, использовав этот пилинг ретиновый, я все-таки почувствовала очень сильное, так скажем, обновление своей кожи. И я думаю, результат все-таки виден. Мы не во всяком случае видим. Да, ретиновый пилинг, он бывает, в принципе, из синтетического ретинола его делают. Тогда использование пилинга не чаще двух раз в год. И еще его из натурального ретинола применяют. Тогда можно, в принципе, даже летом использовать. Ну, плюс, естественно, солнцезащитные крема и средства. Вообще, пилинги проводятся, в основном их делают зимой, когда солнце не активно, чтобы не вызвать нежелательную пигментацию. Так как снимается верхний слой кожи, кожа не защищена и пигментация может возникнуть очень-очень быстро. И обязательно после пилингов нужно пользоваться постпилинговыми кремами, которые вам дает косметолог. И плюс, SPF должен быть обязателен. То есть, период пилингов, наверное, начинается где-то с ноября месяца по апрель. Это тот период, когда вы можете еще успеть сделать пилинги. Я, конечно, может быть, немножко поздно рассказываю про пилинги. Но, в принципе, поверхностные пилинги сейчас можно делать. Все пилинги делаются по разным схемам. У каждого, так скажем, пилинга есть своя разработанная схема. Некоторые пилинги делаются тремя процедурами через определенный промежуток, через две недели, некоторые через неделю. В основном это поверхностные пилинги, они делаются через более короткий срок. У меня было шесть пилингов. Вот я сделала пять пилингов. Промежуток между ними составлял не менее двух недель. Мой косметолог сказал, что для данного вида пилингов необходимо не четыре, не десять, а именно шесть процедур. И уже доказано, что именно шесть процедур ретинового пилинга, они делают полное обновление кожи. Если, например, пять сделать, то именно шестого будет недостаточно для полного обновления кожи. Еще по поводу, как проводится ретиновый пилинг, он наиболее распространен у косметологов и он наиболее эффективен. Вы приходите, вам, естественно, снимают весь макияж и для начала делают такое механическое отшелушивание именно такими кристаллами. Но я говорю за фирму, которую делал мне косметолог. Это фирма Медидерма. Она достаточно известна у профессионалов и она достаточно очень эффективная. Он типа скраба, но не с какими-то искусственными частичками, а именно с кристаллами. Кристаллы достаточно острые и они очень-очень быстро снимают верхний слой кожи для того, чтобы затем нанести именно раствор пилинга. Немножко процедура неприятная, больноватая, но в принципе не страшная, можно бы не терпеть. По сравнению с другими пилингами, например, коралловым, которые ужасно-ужасно больные, ужасно острые. То есть вот это отшелушивание, оно не такое болезненное. И затем косметолог наносит сам раствор ретинового пилинга. Также косметолог, вот в чем плюс салонных процедур, что она начинается, например, с более легкого процента и, например, увеличивает к середине пилингов, а потом опять снижает. То есть вы это дома, конечно, не сможете сами сделать, потому что она наблюдает за кожей, как реагирует кожа и какой процент нужен и какой pH нужен для кожи в данную процедуру. Далее, через 3 дня начинается отшелушивание, оно может достаточно быть сильным, но не корками, а просто вот как будто если вы обожглись на солнце, просто такие пленочки оттираются. Естественно, нужно использовать крема обязательно. Крема мне дают косметолог, тоже фирмы Mediderma. Два крема, один крем, который восстанавливает кожу. И второй такой жирный крем наносится сразу сверху на первый, который скрывает шелушение, который помогает питать кожу, но он очень такой жирный, насыщенный, он не впитывается, поэтому, конечно, тональную пудру на него не нанесешь. Процедура где-то отшелушивания продолжается в самый-таки острый период два дня, когда очень сильно облазит кожа, когда не нанесешь косметику, макияж. И, в принципе, до недели может происходить шелушение, то есть два дня сильное шелушение, потом уже возле волос, возле ушей. Еще сразу скажу, что косметолог наносит мне пилинг и под глаза, и очень действенно, потому что мелкие морщинки, они действительно убираются с помощью этого пилинга. и пилинг может распространяться и ниже, то есть вот косметолог у него полностью на лицо наносит, на шею не наносит, но у меня облазило и шея, и вот подвижная века, хотя сюда не наносится пилинг. Что еще хочу сказать по поводу ретинового пилинга? Наносится где-то на полчаса, одевается пленочка, вот в таком виде я лежу у косметолога, потом она снимает пленочку, ничего не смывает, нельзя смывать, 12 часов умываться и вообще, чтобы вода попадала на кожу, 12 часов, чтобы действовать, то есть в этот промежуток продолжается действие пилинга. Затем через 12 часов можно умываться, наносить косметику, все делать так же точно. И опять же через где-то 2-3 дня начинается шелушение. Кожа немного выглядит желтоватой, потому что это ретиновый пилинг, и он в составе находится ретинол, а он немножко окрашивает кожу в желтый цвет. Но проходит после шелушения, кожа восстанавливается, становится даже такой розовенькой, и желтого цвета нет. Ретиновый пилинг я делаю через 2 недели, это обязательно, обязательно такой промежуток, можно больше, но не меньше, через 2 недели. И вот, в принципе, заканчивается у меня уже период, у меня остался 6-й пилинг сделать. И еще что хочу сказать по поводу ретиновой пенки, когда начинается шелушение, соответственно, верхний слой кожи снимается достаточно сильно, и кожа болит. Да, когда наношу тоник крем, очень-очень болезненное ощущение, но это продолжается буквально 2 дня. То есть достаточно сильно, очень-очень больно. Да, но, как известно, чем больше воздействия, так скажем, чем больше травмируем кожу, тем больше получаем эффекта. Меньше травмируем, меньше эффекта. В принципе, бывает еще среди срединых пилингов очень-очень много других остальных видов. Проводит и салициловой кислотой, и трехлоруксусной кислотой. И в основном 25-30%. Если поверхностные пилинги 5-7, допустим, то здесь уже более высокий процент. И все зависит также от плотности вашей кожи, от этого тонкая кожа или нет. Например, если тонкая кожа с салициловым пилингом, можно очень сильно сжечь кожу, и поэтому косметолог должен сам подбирать пилинг под ваш тип кожи. Так, и третий вид пилингов. Это глубокие или глубинные пилинги. Это очень такой серьезный вид пилингов, и они проводятся в принципе даже очень часто в стационаре. Косметологи многих не проводят. Проводят все-таки врачи, герматологи, косметологи. Показаны они при сильно увядающей коже, при сильных проблемах на коже, когда явные рубцы, явные шрамы, явные пост-акне. И для их показания, для их проведения, нужны достаточно такие веские доводы, веские аргументы врача, потому что это очень травматичная процедура. Период постпилинговый период, период заживления кожи достаточно долгий, и даже до месяца доходит. То есть на работу вы явно не пойдете, не сможете пойти, выйти на улицу, потому что снимается очень много, очень, то есть не поверхностные слои кожи, а кожи действуют на более глубоком уровне данный пилинг. И есть противопоказания по поводу глубокого глубинного пилинга, но это все нужно консультироваться с врачом. И по поводу еще пилингов, хочу сказать, что есть противопоказания, когда нельзя делать пилинги, когда во-первых, на коже явные высыпания, явные много прощей, много воспаления не рекомендуется, когда есть какие-то новообразования, когда кожа очень-очень чувствительная и тонкая. Плюс вы должны знать, что требуется какой-то реабилитационный период после каждого пилинга, когда вы не сможете пойти на работу или когда не сможете выглядеть так же, как и раньше, от каждого пилинга свой срок. И также в процедурах пилинга действует такой принцип «не навреди». Прежде всего пилинг направлен на то, чтобы улучшить кожу, а не навредить. И поэтому самостоятельно не рекомендуется делать какие-то серьезные пилинги, только под наблюдением косметолога или врача-косметолога. То есть многие девушки в погоне за красотой настолько, так скажем, перепилингуют свою кожу, что она становится сухой и ее потом трудно вернуть в нормальное состояние. Поэтому очень серьезно нужно подходить к вопросу о пилингах, когда вы используете их на себе. Ну, в принципе, я рассказала все, что знаю о пилингах. Все, что делала я на себе, рассказала, какой вид пилингов, для чего. И если у вас будут какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, можете мне задавать. Я обязательно вам буду отвечать и рада буду вам помочь. И в конце хочу еще сказать, что на данный момент у меня, к сожалению, нет времени делать часто видео, как раньше, но это такой немного ограниченный период. И, скорее всего, в следующем месяце я вернусь к вам и буду делать более чаще видео. И все запросы, которые вы мне присылаете, я буду делать по очереди. Постараюсь выполнить все запросы, но, наверное, чуть попозже. Поэтому не обижайтесь, если я не делаю запросы, которые вы хотите. Если есть возможность, пожалуйста, подождите. Итак, увидимся. Пока-пока. Всех люблю, целую.